Здравствуйте! Барнаульский писатель Валерий Копнинов получил приз «Серебряный Витязь» на 10-м международном славянском литературном форуме. Сегодня, Валерий, наш гость. Здравствуйте, Валера! Здравствуйте! Поздравляю с такой замечательной наградой. Сейчас как раз в руках ты держишь эту статуэтку. Я знаю, что она довольно-таки тяжелая. Да, где-то 2,5 килограмма. Да, достаточно. Ну, не серебряная, да, я так понимаю? Ну, конечно. Но, тем не менее, награда очень значимая, очень важная. Получил ты ее вот за эту книгу, Валерий Копнинов «12 затмений Луны». Да, правильно? Да, да. За этот роман. О чем эта книга? Давай начнем все-таки немножко о произведении, да, за которое ты получил этот приз, премию литературную. О чем эта книга? Сколько ты ее писал? Я работал над книгой 3 года, ну, плюс еще потом редактирование и всякая вот корректура, все вот это вот техническая работа. Книгу я задумал, ну, я считаю, что я вовремя задумал. Это история о 90-х... вот рубеж 80-90-х годов как раз... Самое сложное, да, в нашей истории, да, время. И вот сейчас, наверное, уже мы можем какие-то давать оценки тому времени, потому что прошло достаточное количество, какой-то временной промежуток. И разговоров вот этих сейчас много, и они обостряются по поводу того, что как хорошо было в Советском Союзе. Или, наоборот, есть же категорические противники, как все было там плохо. Да, на два лагеря просто страна буквально разделена по поводу 90-х годов. И вот надо бы нам понять, что мы потеряли, и что мы потеряли безвозвратно, а что, может быть, еще удастся сохранить какие-то теплые человеческие отношения. Ну, книга 500-страничная, причем таким мелким шрифтом. Это на самом деле, я понимаю, что... не скажу, что труд всей твоей жизни. Наверное, в твоей жизни еще будет много толстых книг. Я надеюсь, да. Да, да, но тем не менее, она сюжетна, да? То есть там, где есть герой, да, и не только вот... Это фоном проходит, видимо, конец 80-х, начало 90-х, да? Но здесь какой-то определенный сюжет есть, да? Я сам для себя... 12 затмений луны, почему так называется? Я сам для себя обозначил жанр как роман-экзистенция, ну, как раз вот о человеке. Мне было интересно проследить... Я и сам в то время был примерно в том же самом возрасте. Становление личности в период распада государства, я так обозначил эту историю, как раз человека, который начинает понимать в жизни какие-то ценности, начинает на них опираться. И в этот момент эти ценности рушатся, ценности переворачиваются, становятся совсем другими. Это не фэнтези, это не фантастика. Потому что твои читатели знают тебя все-таки как... Больше, наверное, все-таки как писателя-фантаста, да? То есть, ну, или так, тяготеющего фантастики, фэнтези. Это роман реалистический, безусловно, хотя я там, опять же, делаю какие-то допуски в сторону фантастического реализма или магического реализма. Но жизнь, она сама такова есть, да. С нашими снами, с нашими мечтами. Всего хватает и мистики, и реализма. Совершенно верно. И в то время, там же ведь было всего намешано, там такие страсти кипели, и казалось, что утром проснешься, будет ли та страна, в которой ты засыпал. В общем, все было очень на белую нитку шито, и в это время какой-то личностный рост, он, наверное, наиболее сложный, но наиболее показательный. И вот человек ищет новые ценности, и церковь возникает, какие-то духовные. Ну, когда государство об этом перестает думать, человек обращается к вечным ценностям. Ищет какую-то почву, на что опереться, за что схватиться. Если не за что держаться, держись либо за веру, либо за песню. Да, как пел Гебищуков, чтобы стоять, нам нужно держаться корней. Вот все наши корни, они действительно помогают нам держаться в очень сложные времена. А их в нашем государстве было немало. Надеюсь, они как бы идут на уголь. Как говорится, не дай бог вам жить во время перемен, но я всегда говорил, что для историков, и для писателей, и для журналистов это, наоборот, самое лучшее время. Это тебе просто повезло, что ты как раз жил во время перемен. Главное, чтобы тебе таланта хватило отразить это время. Потому что в благоволучные времена талантливые произведения не появляются. Для писателя это важно, то есть пережить, показать драматизм временной. Если это повезло, это становится классикой. Есть такой момент, хотя я очень так тоже критично отношусь к фразе «Блажен, кто посетил себе мир в его минуты роковые». А вот, тут тоже, конечно, палка двух концов. Это в тебе просто человек, понимаешь? Человек периодически давлеет и побеждает писателя. Но я думаю, что писатель говорит, нет, все-таки хорошо, что я в это время появился, потому что мне есть о чем писать. Валера, ну именно с этой книгой, да, ты вышел на конкурс. На конкурс, видимо, фестивально какое-то было жюри, да, вот этого 10-го международного славянского литературного форума. Он называется тоже «Золотой витязь». В общем, это называется. Расскажи немножко вообще об этом форуме, да, об этом мероприятии, да, что там? Это подразделение, скажем так, вообще международного славянского форума. А начиналось это, президент его Николай Петрович Бурляев, народный артист России, всем известный. Начиналось это с кинофорума 28 лет назад. И, как сам говорит Николай Петрович, их коллектив обнаружил такой, ну, не обнаружить было несложно, но о том, что в государстве нет культурной программы, вот подлинной культурной программы. И они обращались к президенту, они обращались к патриарху, и они сейчас у них идет по всем подразделениям, то есть идет кино, у них идет изобразительное искусство, музыка, литература, и они этим занимаются. Вот литературный форум, он десятый по счету, он, наверное, у них самый новичок. Представатель жюри там Владимир Николаевич Крупин, известный автор, когда начинал первый, когда открылся форум, был представителем жюри Валентин Игоревич Распутин, но вот, к сожалению, его не стало, его место занял Крупин. Там собираются писатели, ну, скажем так, славянского мира, он поэтому называется литературный, славянских языков, русскоязычные. Хотя вот там мне тоже, я рассказываю, вот у нас были всего, вот в этом году было 302 заявки, 90 человек прошли в шорт-лист, но это на 7 номинаций. Вот в номинацию проза, где я номинировался, у нас там было 25 человек, ну, из них 5 ракетов. Оказались награждённые. Не только с России, но со всей страны, да? Нет, да, там были сербы, там были болгары, там была Босния-Грецеговина, там была Австрия, ну, если человек, да, он живущий, просто живёт в Австрии, там были из Китая тоже наши русскоязычные люди, которые эмигрировали, там живут и пишут на русском языке. Вообще, это важно, это замечательно, что проводят такие мероприятия, литературные форумы, потому что действительно, ну, к сожалению, сейчас вот чувствуется разорванность связи, да, разорванность связи, и не только международных, даже внутри страны-то, то есть регионы как-то живут отдельно от центра, то есть политического, литературного, культурного центра, и вот, к сожалению, не хватает вот этих вот мероприятий. А каким образом тебя кто-то рекомендовал вот на этот форум, то есть, или ты сам, то есть, это тоже интересно нам, как вот, ну, людям пишущим, может быть, узнать. Нет, я просто смотрю, он так же как бы выкладывает положение. Просто случайно увидел, то есть, по сути дела, ты случайно выкладывал? Я уже участвовал в 2017 году, я отправлял, у меня когда вышел дебютный сборник рассказов, я отправил туда, ну, тогда в лонглист я вошел, вот дальше нет, а сейчас я следил за своим продвижением, я вошел в лонглист, прошло время, я смотрю, я вошел в шорт-лист, думаю, ну, хорошо, ну, уже шаг, даже если я здесь остановлюсь. Конечно. И потом мне приходит письмо о Золотой Витязе, где пишут, мы имеем честь пригласить вас на итоговое, как бы собрание наше, и одна строчка, которая меня... Потрясла, которая тебя потрясла, и я не поверил, Да, что с собой иметь опубликованные книги для того, чтобы дарить в библиотеке для встречи читателей, и быть в костюме. Я думаю, если требуется от меня прибыть в костюме, значит, наверное, я шагнул из шорт-листа куда-то в призы. Но ты до конца не знал все-таки, Нет. До конца не знал, то все-таки интригу они сохраняли, да? Это интрига, да. Ты только узнал практически там, да? Где, кстати, проходило награждение, вообще сам форум? Награждение, вот пятый год подряд проводится литературный именно форум, вот у них перед этим был кинематографический, он был в Севастополе, литературный, пятый год подряд проводится в Пятигорске, и в этом году как раз 205 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. Удачи тебе получать как можно больше литературных премий, здоровья и до новых встреч. Спасибо большое. Я когда выступал на сцене после вручения, я сказал, что для меня большая честь увезти этот приз на родину моего великого земляка Василия Макарчу, еще раз поздравляем, удачи, здоровья, до новых встреч. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях был барновольский писатель, получивший приз Серебряный Витязь на 10-м международном славянском литературном форуме Валерий Копнинов. Спасибо за внимание, до встречи. Продолжение следует...